Меня зовут, напомню еще раз, Ярослав. В компании Аспро я руковожу отделом продаж. О чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим о продажах. Мы поговорим о продажах. Почему эта тема сейчас актуальна и какой опыт, собственно, мы хотим вам передать. Ну, вообще, пандемия застала нас в марте. В конце марта мы полностью перешли на удаленный режим работы. Полностью. Просто в общем чате мы написали, что все, завтра никто в офис не выходит, все работают из дома. Проработав так действительно полгода, шесть месяцев, мы начали постепенно выходить в офис. И то не полностью, очень постепенно. То есть сначала вышел руководящий состав, а потом постепенно начали подключать всех остальных сотрудников. Так вот, по прошествии времени я могу сказать, что работа, которая проходила удаленно, мы не просто потеряли в деньгах, мы увеличили прибыль. То есть мы реально смогли увеличить свою эффективность. И сейчас я вам кратко расскажу, каким образом нам удалось этого достичь. Так, можно менять слайд. Да, кликер у нас сегодня не работает, поэтому слайды будут меняться по волшебству. Ну что ж, первое, о чем следует позаботиться, это техническая возможность. Причем сегодня я буду рассказывать не с позиции, как перейти в онлайн. На самом деле уже многие поработали в онлайне, многие прекрасно понимают, как это происходит, как это делается. Я буду рассказывать такие, скажем так, нюансы, наверное. Во-первых, техническая возможность. Это действительно очень важный аспект. Именно она позволяет вашей компании работать максимально эффективно. Ну, во-первых, что нужно сделать? Нужно подключить какую-либо телефонию. То есть, если вы ранее работали через мобильные телефоны, допустим, у каждого менеджера был свой мобильный телефон, он там как-то созванивался с клиентами, а потом обсуждал какие-то вещи, допустим, с руководителем, ну, это уже становится сложнее. Лучше иметь централизованную какую-то телефонию и желательно, чтобы она была облачной. Когда я им начал рассказывать про то, что можно действительно все это централизовать, у них было какое-то ощущение того, что это не будет работать, а если интернета не будет, а если еще что-то не будет. Я просто взял телефон и говорю, вот просто возьмите, позвоните сейчас на общий номер. Вы сейчас зафиксированы в CRM, как мой клиент. И телефония об этом тоже знает. Соответственно, что произошло, клиент мне позвонил прямо вот на встрече, у меня заиграл телефон прямо вот через приложение. После этого любые вопросы отпали. Это действительно удобно. То есть, использование адекватной облачной телефонии позволяет, в принципе, оставаться в любом месте на связи. И поэтому, когда мне сейчас, допустим, звонит коллега и говорит, Ярослав, мне что-то нехорошо, можно я сегодня дома посижу? Я говорю, сиди дома. Лучше сиди дома. И я уверен на все 100%, что мне вообще ничего не придется менять, как-то перестраивать работу. Абсолютно ничего не нужно. Он просто берет, пересаживается с рабочего компьютера на домашний. Все. Он может даже не за компьютером сидеть. У нас бывают такие ситуации, когда, допустим, в разгар продаж, в сезон какие-то акции, официально мы не работаем в субботу и воскресенье. Но когда идут какие-то акции, клиенты пишут нам много и выходные. Мы стараемся оставаться на связи. Поэтому иногда я просто говорю коллегам, ребята, сейчас клиентов много, пожалуйста, вот вы будете на выходных. Вы просто с телефона, даже вот летом на природе, куда-то выезжали на природу, просто посмотрите, поотвечайте клиентам, поберите трубку. Все, никаких проблем. Я абсолютно за это не беспокоюсь, потому что используется адекватная телефония. И она адекватно настроена. Телефония также позволяет настроить перезвоны автоматические, допустим, чтобы, когда клиент не дозвонился, ему автоматически система перезванивает. Это очень сильно снижает процент, скажем так, повышает удовлетворенность клиентов, создает ощущение сервиса. Причем для этого менеджеру не нужно помнить о том, что нужно кому-то перезвонить. В принципе, система работает автоматически. Ну и, конечно же, второй важный аспект – это использование какой-либо CRM-системы. Ну и вообще лучше корпоративного портала. Ну, раз уж мы здесь говорим про Bitrix24, мы сами работаем на Bitrix24 уже, по-моему, более четырех лет. Я был один из тех, кто участвовал при первичном внедрении. Я многие вещи автоматизировал, и это реально божественно, серьезно. Это намного комфортнее, чем работать там где-то на Excel-ах, либо на каких-то других системах. О плюсах, о функциональных возможностях Юрий уже рассказал, дублировать в этом нет никакого смысла. Ну и, собственно, какие еще технические возможности дает Bitrix24? Это чатики, CRM, автоматизация. То есть, допустим, как? У нас клиент может оставить заявку на получение коммерческого предложения. Он может это сделать даже в воскресенье в 3 часа ночи, и он получит свое КП, потому что его отправит не менеджер, его отправит робот. В 3 часа ночи, пожалуйста, можете хоть сейчас зайти на сайт Espro.ru, написать, заполнить форму, и вам через 12 минут, ну, как будто бы от настоящего менеджера, придет письмо. Здравствуйте, я ваш персональный менеджер, там, бла-бла-бла, вот вам коммерческое предложение. Это действительно повышает сервис. Так, я думаю, мы можем переходить к следующему рецепту. Это правильный настрой. Технически мы все настроили, замечательно, но психологическую составляющую еще никто не отменял. На слайде вы видите, скажем так, наверное, среднестатистического сотрудника на удаленке. Это действительно так выглядит, и я общался с огромным количеством людей, все так и работают. Психологическая часть очень важна, и, пожалуйста, говорите с вашими сотрудниками, спрашивайте, как у него идут дела, комфортно ли ему работать. Потому что если есть семьи, если есть дети, соответственно, нужно помочь сотруднику, подсказать ему, как правильно обустроить корректный климат для работы. То есть, может быть, какое-то место отдельное выделить, может быть, обеспечить его необходимым оборудованием. То есть, сломался ноутбук, у меня там компьютер, что-то там с ним не то, у меня гарнитуры нет, сломалось. Ну, я думаю, компания может помочь в этом плане, и мы помогаем. Вот, поэтому обеспечьте вашим сотрудникам удобную, комфортную среду для работы. Вот. Следующий слайд расскажет о том, как нужно контролировать коллег. Итак, когда мы работаем все вместе в офисе, как Юрий уже говорил, можно действительно подойти к человеку, посмотреть и спросить, чем же он занимается. Можно невооруженным глазом увидеть, что у человека на мониторе, ВКонтакте у него или у него что-то полезное. На удаленке такой возможности нет. И вот здесь мы действительно проверили серьезную работу по оптимизацию работы отдела продаж. Работу по производству. По оптимизации работы. В общем, что мы сделали? Во-первых, мы начали проводить видеопланерки каждое утро и каждый вечер. Зачем это делается? Ну, допустим, когда вы... Ну, допустим, рабочий день начинается в 9.30. И, в принципе, нет какой-то четкой фиксации. Когда вы приходите на работу, вы можете реально опоздать. Просто это видно. Если человек опаздывает, он приходит позже. Он появляется в кабинете с опозданием. Когда вы работаете на удаленке, это вообще непонятно. То есть нет каких-то четких маркеров, по которым можно это определить. Вот поэтому мы ввели именно видео небольшие собрания. То есть четко в начале дня в 9.30 все менеджеры обязательно должны быть в чате. И обязательно с видеокамерой. Почему? Да потому что можно просто нажать на телефоне, подключиться к Zoom и лечь обратно спать. Иногда там что-то отвечать. Да-да, делать вид, что ты вроде как на связи. Нет, все должны быть сидеть за рабочим местом по видео и общаться, то есть отвечать на какие-то вопросы. Нужно... Утром необходимо подводить, допустим, итоги предыдущего дня и как-то фокусироваться на том, чем мы будем заниматься сегодня. Вечером мы также обязательно проводили видеособрание. Тоже обязательно видеособрание. Почему? Была у нас такая ситуация. Это было лето, август. Собираем снова видеоконференцию. Я смотрю, двое ребят вот так вот, ну, по пояс, соответственно, плечи голые, волосы мокрые. Я такой, ребята, да мы, говорит, чуть-чуть тут пораньше поехали на озеро. Ну, в общем, штраф они получили вот за это. Но если бы не было видеоконференции, это было бы сложно понять. Вот. Поэтому это тоже нужно контролировать. Работа на удаленке требует более жесткого и более строгого контроля. И действительно очень легко расслабиться на удаленке, и это нормально. Это нормальная человеческая природа. Поэтому вам нужно помогать коллегам держать себя, скажем так, в тонусе. Мы ввели больше показателей для контроля. То есть, если раньше, допустим, мы контролировали просто сколько там менеджер сделал исходящих звонков. Хорошо, это плохо. Контролировали там новые сделки, закрытие старых сделок. Классические показатели в СРМ. То во время пандемии мы каждый вечер контролировали более второстепенные показатели. Предположим, мы контролировали количество перезвонов. Почему это стало проблемой? Потому что, допустим, ну, вы работаете на удаленке. И, соответственно, обед у вас может происходить не совсем в стандартное время. В итоге менеджер пошел, допустим, в соседнюю комнату, открыть холодильник. Ему звонит клиент, а менеджер нехорошо поступил. Он взял и сбросил. Это нельзя так поступать. Или, допустим, менеджер просто не имел какой-то возможности взять трубку. Вот, реально не имел возможности. Вот, соответственно, необходимо было перезванивать всем клиентам. И мы реально контролировали, чтобы в конце дня обязательно все клиенты получали повторный вызов, если они не дозвонились. Это действительно важно, и это повышает уровень сервиса. Вот. То есть нужно составить список показателей, которые вам необходимо контролировать более детально. И их обязательно контролировать. Мы контролируем, допустим, список чатов, среднее время ответов, чаты и так далее. То есть здесь нужно повышать сервис, потому что, когда вы работаете онлайн, нарушать такие правила намного проще. Так, я думаю, можно переходить к следующему этапу. Это работа в офисе. Во-первых, мы сейчас, как я уже говорил, работаем в офисе, но после пандемии у нас появились новые регламенты. Во-первых, мы не жалуем появления в офисе сотрудников, которые часто очень ездят, допустим, на общественном транспорте. То есть, ну, это особо было остро именно в пандемию. Вот, сейчас мы уже более лояльно к этому относимся. Но во времена эпидемии лучше, конечно, сотрудников, которые ездят на общественном транспорте, оставлять дома. То есть им в офис нежелательно ездить. Если вы ездите на такси, ну, это в крайнем случае, а лучше на личном автомобиле, то это замечательно. Соответственно, если контактируют близкие у наших коллег, то мы их тоже отправляем сразу же на карантин, хотя бы на недельку. Вот, причем здесь очень важно установить доведительные отношения с коллегами, чтобы они не обманывали вас, а чтобы они действительно говорили, ну, ребята у меня контактируют, вот, близкие заболели, можно я поеду домой? Вот, это действительно нормальная практика. Отправляйте, управляйте рисками. Также вечеринки. Вечеринки – это отдельная тема, потому что, ну, отдел продаж, менеджеры – это, как правило, довольно-таки коммуникабельные ребята. У нас дружная команда, и ребята очень часто друг с другом проводят пятничные, субботние вечера. Да. Была ситуация вот совсем недавно, у нас один сотрудник заболел коронавирусом, ну, и был, собственно, отправлен на карантин. То есть он там просидел на карантине порядка уже месяца, уже тесты сдал, все с ним замечательно, ему осталось там посидеть еще, по-моему, недельку. Вот. И вдруг мы видим в Инстаграм фотографию, где этот сотрудник в компании наших коллег, в отдел продаж, все счастливы, отдыхают. Ну, в общем, те сотрудники, которые были на фотографии, отправились на карантин на неделю. Вот. Потому что реально, ну, это нужно учитывать, и это нужно контролировать. И это не шутки. И если вы, допустим, в какой-то момент сотрудника отправляете на карантин, то вы должны в точности так же и контролировать коммуникацию этого сотрудника с другими вашими коллегами. Вот. Поэтому здесь нужно проявлять определенную строгость. Ну, и что еще можно сказать? Всех, кто минимально хотя бы чувствует какое-то легкое недомогание, необходимо сразу же отправлять на карантин. Как я уже говорил, наши технологические настройки это все позволяют делать. Вот. Поэтому этим не стоит пренебрегать. Сейчас ребята мне уже прямо говорят, Ярослав, мне что-то нехорошо, можно я сегодня посижу дома? И у меня нет абсолютно к этому никакого негативного отношения, потому что уже все выстроено так, что без разницы сотрудник работает в офисе или дома, он все равно дает те же самые результаты. Ну, конечно, в офисе комфортно, потому что там живое общение действительно ничто не заменит. То есть лучше, конечно, из офиса, потому что, ну, можно вот как-то, может, мотивировать, объединять команду, как-то общаться. Но если вдруг что-то не так, то лучше сразу отправлять на удаленку. Ну, и последний, последний прием, последний список приемов – это новые правила, скажем так. То есть действительно пандемия изменила мир, как бы это так громко не звучало, и прежним подход к продажам и маркетингу уже не будет. Люди уже привыкли к новым товарам, к новым услугам, к новым способам их получения, к новым видам потребления информации. И обратно их отодрать от них уже невозможно будет. То есть, да, конечно, безусловно, сейчас, когда все это окончательно спадет, пройдут там все волны пандемии, все будет замечательно, будет свести цветочки, собственно, подход, он все равно до конца не изменится. Вот, поэтому что нужно делать? Нужно с этим смириться, и нужно начать внедрять новые инструменты. Ну, во-первых, необходимо делать упор на контент-маркетинг. Как уже сказал директор ДНС, как сказал и Юрий из Bitrix24, действительно, сейчас нужно делать на это упор. Поэтому мы сейчас сами активно развиваем, например, наш YouTube-канал. Я думаю, наши коллеги закинут в чатик ссылочку, подписывайтесь, там много всего интересного, мы стараемся давать реально полезную информацию. Вот, поэтому контент-маркетинг, статьи, видео, подкасты и так далее. Потратьтесь на аппаратуру, заведите себе новых сотрудников или просто отдайте это на аутсорс. Это действительно важно, и это действительно работает. Также необходимо изменить скрипты продаж. Потому что пандемия наложила свои отпечатки, то есть у кого-то стало больше денег, у кого-то меньше, у кого-то есть какие-то определенные особенности. Поэтому нужно изменить скрипты продаж для того, чтобы разговаривать с вашей аудиторией по-новому. Как именно? Ну, я думаю, это уже более узкий вопрос. И если вы поговорите с вашими коллегами, с менеджерами, соберете от них возражения, вы сможете эти возражения, ну, на основе этих возражений написать корректные ответы. Нужно поработать над вашим ассортиментом товаров и услуг. Например, какие-то товары были, не были востребованы, сейчас они стали очень востребованы. И, возможно, ваша компания может их поставлять. К примеру, у нас, допустим, в офисе не так давно появилось там несколько специальных устройств по фильтрации и обеззараживанию воздуха. Я думаю, до пандемии они были нужны исключительно какому-то узкому сегменту медицинских учреждений. Сейчас, ну, они ставятся повседневно в офисах. Подумайте, какие из ваших товаров, производимых, либо закупаемых, могут быть полезны в новой реальности. Хотя я думаю, что вы и так уже об этом задумывались. Вот. Также изменился список услуг, которые люди сейчас выбирают более часто. К примеру, мы в связи с тем, что все выходит в онлайн, мы начали активно работать над, скажем так, над обучением наших клиентов. То есть мы постепенно открываем нам обучающее направление. Ссылочку тоже на него можем в будущем оставить в чатике. Вот. Запросы у людей другие появляются, на другие услуги, на другие товары. И у вас есть уникальная возможность дать им это и, соответственно, на этом заработать. Ну и в конце, ну, внедрите BITREX24 уже, серьезно. Вот. Ну, правда. На следующем слайде будет интересное предложение. Бесплатная онлайн-встреча с нашим экспертом по внедрению. Просто заполните форму, которая будет в чатике, либо отсканируйте QR-код, и мы с вами свяжемся и с удовольствием поговорим. Сейчас я бы хотел развеять несколько основных опасений по внедрению, например, CRM BITREX24. Ну, во-первых, это не страшно. Бизнес у вас не встанет, ничего не сломается, не будет никаких технических проблем. Почему? Потому что, ну, не внедряется эта система прям вот, вот сразу прям взяли, и все начали работать вместо Excel в одной системе. Нет. Это берется один менеджер, один, который наиболее открыт к новым технологиям. Один берется в качестве инструмента. Вы можете сами, допустим, как руководитель попробовать этим позаниматься. И начинаете делать исходящие коммуникации. Не сразу туда все телефоны заводите. Нет. Исходящие коммуникации начинаете делать и смотрите, как это фиксируется в CRM. Удобно вам, неудобно, комфортно, некомфортно. В 90% случаев это реально более эффективно. И постепенно, чуточку, там, по маленьким шажкам, если вы отстроили работу, соответственно, то можно подключить туда еще двух коллег. Соответственно, эти коллеги уже между собой могут конкурировать. Есть системы статистик в Bitrix24. И вы можете этих коллег заставить, ну, собственно, увеличить их эффективность за счет того, что постоянно сравнивать. То есть смотри, а Вася-то сделал 30 звонков. А ты чем занимался? У тебя все 15. Дружочек, так не пойдет. Посмотри, у Васи-то он больше заработал за сегодня, а ты-то нет. Так что давай. И это реально работает. В общем, внедрять Bitrix24 и CRM это не страшно. Можете к нам обратиться. Мы это сделаем постепенно, комфортно и без каких-то, не знаю, остановок бизнеса. Ну и второе главное опасение – это недорого. Минимальные тарифы коммерческие стоят реально там 1000 рублей, 990 рублей в месяц. Допустим, тариф CRM Plus стоит в районе 3000. Это абсолютно недорого. Цены указаны в месяц. Это абсолютно недорого. Стоимость внедрения, она не исчисляется в миллионах. Ну, если, конечно, у Вас, не знаю, если, конечно, Вы директор компании DNS, и Вы хотите внедрить Bitrix24, вот, там цена будет другая. Вот, но, в принципе, для бизнеса, который насчитывает, там, ну, до 20, до 50 человек, стоимости, они от 10 тысяч идут и, там, до 60 тысяч. И суть в том, что стоимость внедрения, она не зависит от количества людей, она зависит от сценариев работы. И они, в принципе, в большинстве своем похожи. И тоже в этом нет ничего страшного и особенного. Например, у нас есть услуга базового внедрения за 20 тысяч. И мы для Вас дадим специальную скидку 50%. То есть базовое внедрение, стартовое, будет стоить всего 10 тысяч. То есть, понимаете, шанс, порог входа просто попробовать будет стоить Вам, ну, сколько? Тариф можно вообще Bitrix бесплатный попробовать. То есть 10 тысяч рублей. Все, попробуйте и понравится, будете работать. Не понравится, не будете работать. Но просто сейчас, если до этого CRM, это была прерогатива каких-то суперразвитых компаний, либо каких-то транскорпораций, то есть это представлялось как, о, ничего себе, они по CRM работают. Нет, сейчас уже это совсем другая история. Сейчас это как зубная боль. Вот чем раньше Вы ее внедрите, точнее даже не так, чем дольше Вы с ней тянете, тем больнее и дороже будет внедрение. Поэтому давайте-ка начинать сейчас. Заполняйте форму, и мы с Вами с удовольствием пообщаемся. Наши ребята уже готовы. Так, ну что ж, наверное, можно переходить постепенно к вопросам, к ответам на вопросы. Что, неужели тишина? Так, ага, вижу вопрос. Какие Вы сами совершили ошибки, работая в режиме удаленной работы? Какие мы сами ошибки совершили? Ошибки, какие мы совершили. У нас был период, когда мы только перешли, это где-то, наверное, было в течение первого месяца, и мы не сразу же внедрили вот эти вот жесткие меры по контролю. Вот, поэтому у нас было такое, что там часть сотрудников настолько выбилась из привычной работы, что они были там буквально на грани увольнения. Но определенные меры, определенные разговоры, собственно, дали им понять, что мы здесь не в игрушки играем, и нужно дальше либо работать, либо не работать совсем. Вот, поэтому у нас был вот этот вот, наверное, месяц, в начале которого мы не полностью сориентировали всех коллег. Так. Выделите плюсы удаленной работы и плюсы работы в офисе. Плюсы удаленной работы. Ну, плюсы удаленной работы, наверное, времени уходит меньше на то, чтобы прийти на работу. Что еще? Ну, сокращаются расходы на питание, на, скажем так, обеспечение комфортного рабочего дня. Вот. Минусы – это… Минусы – не так просто себя самоорганизовать, серьезно. То есть я честно скажу, я минусов вижу больше. Вот мне комфортнее работать в офисе. Причем я знаю, о чем говорю. В прошлом я много занимался фрилансом, еще там до Аспро, лет, наверное, 10 назад. И я знаю, что такое работать полностью постоянно из дома. Это действительно не так комфортно, как это представляется на каких-нибудь красивых слайдах, когда, знаете, там, стань независимым, работай откуда хочешь, и молодой человек сидит с ноутбуком на фоне пальмы. Молодой человек сидит с ноутбуком на фоне пальмы и думает, господи, как же меня все задал… Он не наслаждается этой пальмой, он же к ней привык. Вот. Поэтому минусы работы из дома – это сложности самоорганизации. У нас реально был сотрудник, который после перехода домой не смог, в принципе, вообще никак адаптироваться. Ну, у него до этого были проблемы дисциплины, но он никак не смог адаптироваться, и нам пришлось расстаться, потому что, ну, он просто перестал работать. Он работал по два часа в день, и никакие разговоры, штрафы, мотивации не помогали. Даже личные встречи. Поэтому не у всех это получается, и это действительно непросто. Вот. Но если у вас все в порядке с самоорганизацией, если вы знаете, что вам сейчас нельзя пойти к холодильнику, а можно только во время обеда, то все замечательно. Вот. Ну, и, естественно, если у вас есть семья, дети, там, домашние животные, в конце концов, они тоже требуют к себе внимания. И, допустим, была такая ситуация, когда супругу у меня, получается, ее просто отправили на… ну, то есть просто как бы в отпуск, как будто бы неоплачиваемые отправили. Вот. И получается, что ты сидишь дома, работаешь 8 часов, ты реально сидишь, работаешь, и все закончило работать, тебе хочется чуть-чуть передохнуть, а она-то только этого и ждала. Так, ну все, пойдем, пойдем, там у нас, пойдем туда сходим, сюда сходим, ты чего, давай… Ну, и в итоге получается, что ты уставший, тебе хочется отдохнуть, а отдохнуть не совсем получается. Поэтому вот такой вот дисбаланс между близкими людьми, он тоже может возникать. Вот. Вопрос. Что вам помогало держать себя в тонусе во время удаленки? Что мне помогало держать себя в тонусе? Наверное, ответственность. Честно скажу, я, как руководитель, я собирал весь вот чат, да, допустим, у нас там какое-то количество сотрудников, и я понимал, что я должен в 9.30 самым всем позвонить, и они этого ждали, и они знали, и я не мог, у меня была ответственность, что я не могу взять и не позвонить, потому что я себя некорректно покажу. Как я могу от людей требовать какой-то ответственности и эффективности, если я сам банально не могу просто в 9.30 начать свой рабочий день? Я думаю, что мне помогала ответственность, ну и какой-то опыт уже работы из дома, как я сказал, старинный. Как внедряется система в новую компанию? Будет ли сопровождение? Как внедряется система? Как это происходит? Ну, есть, скажем так, два подхода, то есть у нас есть два типа клиентов. Первый тип клиентов – это когда им, когда они знают, чего они хотят, и у них есть прям детально понимающий человек на стороне компании. Это очень важно. То есть им нужны просто какие-то от нас настройки. Вот, поэтому мы с ним связываемся, встречаемся удаленно, либо физически обсуждаем это и, допустим, составляем, ну, обычно это какое-то пакетное внедрение, там, допустим, стартовое, либо стандартное внедрение, ну, пакет, у нас есть пакет. Вот, и, соответственно, мы просто выполняем для него базовые настройки, обычно это стандартные настройки, и ему больше не нужно, он уже начинает как-то работать, сам адаптироваться, получать звоночки, уже какую-то обратную связь давать. Безусловно, мы это все потом корректируем. И есть клиенты, которые не знают, чего хотят. Как правило, это более большие компании, они… Мы просто с ними встречаемся, далее мы начинаем, допустим, с какого-то проектирования, мы разговариваем с ними, узнаем, как у них идут бизнес-процессы, то есть, как у них строится воронка продаж. Они могут даже, как Юрий сказал, не знать, что у них есть воронка продаж, но она у них есть. Мы выясняем, из каких этапов оно состоит. Потом мы ищем, где есть моменты автоматизации и упрощения. То есть, мы берем и не просто как бы настраиваем что-то, мы помогаем упростить работу, сделать ее более комфортной. Допустим, опять пример компания. Там на каком-то этапе они берут, кидают договор на согласование в чате к Телеграм, чтобы руководитель его увидел и посмотрел. Зачем это делать? Можно просто взять автоматически создавать задачу на какой-то стадии сделки, в эту задачу прикреплять, ну, и задача автоматически ставится руководителю, там, подготовить или согласовать счет. Она у него есть в списке, он ее видит. Каждое утро он приходит, все эти задачи закрывает, все, пожалуйста, все работает. Вот, и мы анализируем этот процесс. Мы подходим не только с точки зрения, там, настроечки, вот, чтобы у вас там все работало. Мы помогаем, как это оптимизировать. Потому что у нас это автоматизировано до такого уровня, что у нас часть продаж вообще роботы делают. То есть реально настроены, ну, роботы – это вот не громко как бы роботы, да, автоматизационные возможности B324. То есть у нас автоматически отправляются кэпэшки, автоматически формируются коммерческие, если они какие-то сложные, калькуляторы встроенные работают. Автоматически происходит добивание клиента на разных стадиях. «Смотри, ну, мы смотрим, открыл коммерческое, ага, нужно ему письмо открыть, отправить. Вы посмотрели КП, давайте-ка мы с вами пообщаемся». Автоматически все это делается, и есть реально клиенты, которые просто проходят по нашей воронке вот так вот, не общаясь вообще с менеджером, и делают в итоге заказ. Вот. Соответственно, тут можно сэкономить и на времени менеджера, так и, в принципе, на кадрах, если у вас их сильно не хватает. Да, кстати, мне сейчас подсказывают, что вы можете заполнить анкету, чтобы получить сертификат о прохождении данной конференции. Да, вот он сейчас появился на слайде. Просто заполните и получите сертификат о том, что вы участвовали в формуле бизнеса онлайн. Это действительно интересно. Будет лишний сертификат у вас в копилочке. Вот. Вопрос. Да, время у нас еще есть. Вопрос. Как сотрудники относятся к удаленке? Больше хотят работать дома или комфортно, как и раньше работали? Есть действительно два типа сотрудников. То есть в офис хотят работать те, кому некомфортно работать дома. Это логично. Обычно это, если, допустим, семья есть, дети, допустим, присутствуют большую часть времени дома, нет какого-то отдельного кабинета. Да даже если кабинет есть, все равно в него будут долбиться и говорить, удели мне внимание. Поэтому такие сотрудники чаще любят работать из офиса. Кто-то, кто, допустим, живет пока без детей, с девушкой, с женой, она еще, допустим, работает большую часть дня, да им вообще без разницы. Им как бы им только комфортнее до холодильника ближе идти, чем до столовой. Вот. Поэтому если дома отвлекают, не дают работать, они хотят в офис. То есть если этого всего нет, им комфортнее дома. Ну, есть еще такие, которые понимают, что они не могут за собой уследить, что они постоянно хотят переключаться там. То есть постоянно какой-то соблазн, там, не знаю, сериальчик посмотреть. Они это понимают, они знают, что они не полностью могут себя сдерживать. И они говорят, не, я лучше пойду в офис поработать. Вот. Так. Мне подсказывают, что у нас есть еще пять минут. Да, возможно, есть еще какие-то интересные вопросы. Да, вижу. Занимаясь продажей готового бизнеса, как можно использовать вашу систему и как она может мне помочь? Продажей готового бизнеса. То есть я так понимаю, продажей готового бизнеса. Ну, здесь, наверное, две концепции. То есть либо вы собираете заявки, скажем так, желающих продать бизнес, либо вы продаете свой готовый бизнес, допустим, по франшизе или еще как-нибудь. Как мы можем помочь? Ну, во-первых, мы можем автоматизировать вашу работу. То есть снять с вас большую часть рутины. То есть отправка коммерческих, оперативная реакция на звонки, на заполнение форм на лендингах. Это все мы автоматизируем, вам не придется вручную отправлять вот так вот эти кпшки. Это не нужно. Вот. Соответственно, мы можем, во-первых, увеличить количество контактов с клиентом. То есть, допустим, клиент когда-то обратился, ему что-то не понравилось. Опять же, робот автоматически либо вам напомнит, что нужно позвонить, либо сам позвонит клиенту, там, допустим, через месяц или через два. Ни один клиент благодаря CRM не потеряется. Вот. Также, возможно, вы используете какие-то стандартизованные документы. Они также формируются битриксом. Также можно упростить и именно договорное коммерческое взаимодействие с клиентами. Вот. Если бы было больше контента, контекста, скажем так, я бы мог, может быть, более детально ответить. Так, вопросы у нас подходят постепенно к концу. Так, что-то, что-то вижу, пишут. Мне подсказывают, что что-то пишут. И по предыдущему вопросу поступило уточнение, продают чужой бизнес. Ну, что, здесь все достаточно просто. То есть, во-первых, у вас, я так понял, есть аудитория, которая хочет продать бизнес и которая хочет его купить. Соответственно, те, кто хочет продать вам бизнес, вы можете их тоже как-то учитывать, заводить, фиксировать, составлять какую-то базу бизнесов для продажи. Например, вы можете в Bittrex24 фиксировать их как товар. А Bittrex24 позволяет встроенными сайтами выводить эти товары сразу же куда-нибудь в интернет. То есть, если, допустим, использовать движок сайта Bittrex24, там есть прям список товаров. То есть, в реальном времени вы берете, от вас пришел готовый бизнес, вы договорились о том, что вы его продаете, заключили договор, добавили как товарчик Bittrex24, оп, он появился на сайте. Все. Дальше, если клиент звонит, вы уже у него фиксируете, что он интересуется конкретно этим бизнесом, конкретным товаром, вы уже про это с ним разговариваете. Ну и дальше автоматизация, автоматизация, еще раз автоматизация и повышение сервиса. Вопрос. До какого периода планируете работать на удаленке? Как быть с арендой офиса? Мы уже не работаем на удаленке. Мы вышли с удаленки месяца три назад. Постепенно, но полностью сейчас мы с него вышли. То есть, у нас сейчас чуть-чуть комбинированы тем, что мы просто чаще сотрудников стали отправлять домой во избежание каких-то будущих проблем со здоровьем. Вот. Но нет, мы сейчас работаем уже не на удаленке. Вот. И мы вышли с удаленки именно для того, что у нас... Именно потому, что у нас в офисе создана такая среда, что нам эффективно работать вместе. То есть, у нас open space. Соответственно, допустим, менеджеры у нас все в большом одном кабинете, и мы можем все друг с другом быстро коммуницировать, проникаться вот этой вот, скажем так, энергией друг друга. И, допустим, если необходимо уточнить что-то у разработчиков, да, то есть, менеджер пообщался, нужно задать вопрос техническому специалисту. Он просто встает и идет в соседний, то есть, вот через стенку у нас там все в одном месте, уточняет у ребят по задаче там, что произошло. А если это на удаленке происходит, то он должен ему звонить и разговаривать. Это не так быстро, не так комфортно. Ну и в целом, нет вот этого вот командного духа. Мы стараемся очень сильно за этим следить. Что касается аренды офиса. Ну, я знаю точно, что многие, ну, не многие, некоторые компании, они действительно, поработав на удаленке, поняли, что им абсолютно не нужно. Не нужен им офис, ничего им это не нужно, аренда действительно бессмысленна, и сотрудники за, и руководство за, и они просто вообще отказались от этого. То есть, у них есть, допустим, какое-то место, где сидит генеральный, либо сидит, там, не знаю, место для встречи клиентов. Или, может, они вообще арендуют, там, раз в какое-то время, там, переговорку, либо каворкинг. Вот. Здесь нужно просто понять, если вам нужно, то вы работаете, если не нужно, то от этого можно отказаться, и, в принципе, никто в этом не потеряет. Я говорю, только для этого должно быть все нормально обеспечено, то есть, чтобы не было такого, что там звонки пропадают, еще что-то, кто-то не на связи, нет. Нужно, ну, постараться над этим поработать. Ну, что ж, время, наверное, у меня уже подходит к концу. Ну, может, вот, у меня есть один лиц. Вот. Продолжение следует...